За 100 рублей ты можешь купить всего 500 голды, а можешь делать гораздо умнее и за 100 рублей приобрести пакет Майк по ссылке в описании, там тебе дадут 2 према 8 уровня в аренду, эксклюзивного командира, день према, крутые задачи на x5 опыта, ты просто буквально за один вечер можешь пройти плохие танки 8 уровня, которые не хочешь качать, на которых не хочется играть, также есть старые наборы Кила и Лима, там тоже есть задачи на x5 опыта, например в Лиме вообще 20 штук, плюс эксклюзивный стиль, плюс эксклюзивные командиры. Делается все максимально быстро, по ссылке в описании зацени. В этом видео, как и в других ежедневных видосах, мы разыграем 3 приза по 1000 голды, все что нужно сделать это подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать в комментарии небольшое предложение, где в конце указать свой игровой никнейм, а вот победители за вчерашний день. Привет друзья, в этом видео мы с вами посмотрим на замечательный британский тяжелый танк 10 уровня и это даже не Чифтейн, это супер конь. Да, в последнее время Чифтейн его подзаменил, везде один Чифтейн, Чифтейн, Чифтейн с боями на 11-12 тысяч урона, но тем не менее конь-то, это супер конь, один из лучших танков 10 уровня тяжелых, может разваливать, может стоять от башки в позиционке. В общем у него много преимуществ из недостатков, ну слабые там борта, слабая НЛДшка, все-таки присутствует командирка, хоть ее и сложно пробивать, но она присутствует. Что еще из недостатков можно отметить? Ну калибр может не самый большой, не самый большой разовый урон 400, да, просто все-таки есть там 440, 490 и 500+, 400 это самая маленькая альфа среди тяжей. Вроде бы да. В общем, не суть важна, давайте поговорим немного про бой, потому что бой будет интересным. Это уже видно по результатам, потому что счет уже 0-3, умерли все три ЛТшки союзные. Нас это не особо пока волнует, потому что вроде там на зеленке много танков, да, но умерли ЛТшки и умерли. Ничего особо страшного нет, это не такая большая потеря, еще не пахнет прям поражением. Наш герой тем более воюет на другом фланге, пока там тот фланг будет разбираться, здесь можно всех убить. Этим он пытается заниматься, дал сначала, ну не пробил КР Нормона в командирку, потом дал ВСА второго и пару раз не пробил Т-95. Он такой выбирает в какую же командирку стрелять, левую или правую, в итоге выбирает левую и в нее уже благополучно пробивает, а в правую получится. Он пытался пробить в правую командирку и просто пробил там в лоб корпуса Т-95. Т-95 все понял и перестал подставляться. Кстати, вот в этой ситуации он выцеливает именно, старался выцеливать до этого именно командирку, хотя вот он спокойно пробивает. И опять-таки немного неправильно выцеливает, я сейчас поставлю на паузу. То есть он целил какие-то вот эти вот моменты. Надо просто вот все, что над маской у КР Нормона, то есть вот эта вот часть, она очень легко пробивается. Не надо пытаться целить сюда, там сюда, куда-то сюда, вот просто вот эта огромная часть очень легко пробивалась бы. Именно туда и надо было целить, но в общем продолжает, неважно, уже 2000 урона накинуто. Играет он, кстати, я забыл сказать, на голде. Вот видите, там просто спокойнейшим образом пробивается. Кринарвон не очень разумный, он выезжает вот именно влево-вправо. А наш герой, видите как, он выезжает, приподнимая корпус, и за счет этого его очень сложно попасть в командирку пробить. То есть даже когда он ровно стоит, там в нее не так просто попасть. А когда он задирает корпус чуть-чуть в переднюю часть, там вообще очень жестко получается. И вот Кринарвон как раз этого не делал. Ситуация в бою следующая. Мы вроде справились, да, там постреляли по Кринарвону, постреляли по Т-95. Делать нечего, никто не подставляется, поэтому наш герой принимает решение пушить вперед. Максимально верное решение. Тут много всяких девятки, восьмерки, вот тут семера еще есть. Семера тоже там пытался что-то долго выцеливать командирку, но... Говорю, командирка настолько небольшая, еще танк высокий, ее сложно выцеливать. И не все калибры ее нормально пробивают, многих там рикошеты случаются. Пока что ИС-7 тут медлит и тупит, расстреливаем защитника. Но семера оказалась на самом деле не самой бестолковой, не самой глупенькой. Она увидела, что конь откодешился и спокойно вышла его, ну, ему дала на 535. Поэтому, с одной стороны, хорошо, да, что мы урон настреливаем, пока там ИС-7 за тропиком, но с другой стороны, это дало нам минус 500 урона. Хотя, в такой ситуации, наверное, ну, надо уже размениваться, да, то есть он уже настрелял там 5000 урона без размена, грубо говоря. Ну, и 500-500 урона не так страшно в этой ситуации. Страшно стоять, аккуратничать, да, и к тебе приедут просто в спину расстреливать. В этой ситуации надо было так делать, все правильно. И не страшно, что получили этот урон. Приехал, развалил туда Т-95, опять-таки, очень грамотно танкует. Мне нравится, как играет в целом игрок. Видно, что парень скилловый, там, подставляет борта, когда это надо, поднимает корпус, когда это надо, стреляет по тем, по кому надо. И, в целом, уже, ну, это видно, да, по результатам, уже 7000 урона настреляно. Просто приехал и раздпм-ил. Тут, по сути, был один танк 10 уровня. А вообще, в этом бою, в этом бою всего три десятки, да, из них один тяжик, одна СТ-шка и одна ЛТ-ха. То есть, он приехал и, по сути, у него из таких, ну, вот здесь неправильно выцеливал, на самом деле, это сразу видно. И вот сейчас не контролит мини-карту, не видит, что ТС-5 справа. Кстати, очень повезло, да, вот он сейчас только увидел. Что, на какой мысли я прервался на том, что, по сути, у него здесь не было конкурентов. Он сюда приехал и спокойно убивал 705-го, еще одного 705-го, там, Т-95, Каена, Защитника, ИС-2. Правда, они еще там по центру проезжали, но не столь важно. Суть в том, что он приехал и просто за счет такой имбовости, за счет углов склонения, за счет брони, за счет ДПМа своего лютейшего, просто начал все расстреливать и убивать. И бой-то не особо сложный, да, единственный урон пока что, который он получил, это был урон от, как раз, ИС-7, когда там был размен. Но, ситуация вот теперь началась уже более жесткая. Почему? Потому что остался 1 в 4. У него уже 7 фрагов, 1 в 4. ХП есть, в принципе, чтобы затащить бой. Прожета еще ошибается, надеюсь, альфа пройдет. Нет, альфа не проходит, блин, обидно. Сейчас Леопард ПТА еще даст урон. Успеет, успеет, но он будет сводиться, наверное, даст урон. Не попал! Наш грамотный боец мансует. Там кто-то на захват встал, это ЕБР. Леопард не понимает, что он перезаряжается дольше, подставляется. И теперь уже шансы есть. До этого Леопард был двушотный, до этого прожета была нескольких выстрелов. Вот это ошибка. Вот это была грубая ошибка, можно было аккуратно от борта оттанковать. Здесь, понятно, уже сильно волновался. Реально, он не думал, наверное, что можно затащить. И обратите внимание, он даже сам пишет в чат. Пулик не хватит. У меня два фугаса. Но опять-таки, он же не знает, сколько ХП у стандарта. ЕБР катался, там не видно было. Кстати, заряжает фугас. Но нет, заряжает обратно под калибр. Я бы на его месте то же самое сделал. Так, здесь надо... Здесь нельзя рисковать. Я бы ехал вот за этими часами, потому что нам высоты хватает. Где стандарт, непонятно, просто. Где стандарт, непонятно. Уже 10-800 урон, 9 фрагов. По сути, вот у него сейчас под калибр, если проходит альфа, он забирает эту ЛТшку. Кстати, ЛТха до этого не светила. Ей не хватало обзора. Не рискует. Вот это очень важно. Что в такой ситуации, когда осталось всего 3 снаряда, нельзя рисковать. Хорош. Хорош. Просто максимально грамотно. 10 фрагов остался, 1 стандарт. И у нас 2 фугаса. Сколько у него ХП, непонятно. В этом бою из ошибок, вот прям таких серьезных, я увидел только вот когда в конце он сейчас на прогету выходил. Можно было этого не делать. Будут оранить, надеюсь, стандарт АФК. Но в принципе, если стандарт реально АФК, то шансы есть. Ну, он реально может наторанить. Дал 2 фугаса, может какой-нибудь поджог. И спокойно таранишь. Уже 11 тысяч урона, 10 фрагов. Просто затащенный бой. По сути, 1 в 4 оставался. Остался теперь 1 на 1 с ХПшками. Но единственная проблема это отсутствие снарядов. Ну, вернее, то, что их всего лишь 2. Где стандарт, вообще непонятно. То есть, он светился здесь, может реально там до сих пор стоит. Но потому что по логике, типа, там захватчики были. Леопард ПТА в упор приехал. Прагета в упор приехала. Короче, все приезжали в упор. Стандарту не было смысла здесь оставаться. Засвечивается. И он не АФКшный. Он не АФКшный, он стреляет. Дает 2 из 2, причем он стоковый. 3 из 3, как он вообще это сделал. Да я хочу посмотреть, он все 3 в НЛД попал. Просто жесть, стоковый, 1550 ХП. Фуловый, просто дайте снарядов. Как он вообще эти 3 пробития дал, вообще непонятно. Реально, 3 пробития стоковые, причем сверху вниз там. Все 3 залетели в НЛД. Он все это время стоял здесь. Возможно, он реально АФКшил. Возможно, реально АФКшил. И вот только сейчас проснулся. Такой, а что, мы слились? Надо тащить идти. И в этой ситуации вот видно было, что он куда-то вниз уходит. И не дождался наш герой там дальше от нас. Но видите, стандарт аккуратничает. Даем ему фугасом. Едем срочно клинчевать. Офигенно получается, что ломаем ему башню. Теперь сближаемся клинчуем. Сближаемся клинчуем. И получается так, что он не может нас пробить. Даем ему еще одно пробитие. Там первое было на 550. Дальше на... Таран на 185. 490. И у него остается 321 хп. Стоковый стандарт Б. Просто какая-то нереальная вот эта вот концовочка. Как, во-первых, этот стандарт... Возможно, если бы он в начале этот стандарт 3 не пробил, то были бы шансы. Возможно, он сейчас бы врезался, представляете, и можно было бы его наторанить, например. То есть шансы реально были против него затащить. Но вот то, что он вышел в какой-то нужный момент и раздал 3 из 3 в НЛД, это просто нереальная жесть. Но при этом, тоже когда мы ему стреляли в борт сейчас, у него, судя по всему, сломалась башня, потому что он мог успеть спокойно добрать по КД, но он этого не сделал. Короче, интересная концовочка. Реально, 10 фрагов, 12 400 урона. Давай смотреть результаты. Так, став в буллс. 12 400 урона настреливает, как и было показано. 10 фрагов, медаль пулу, защитник, основной калибр, воин. Реально, прикольная концовка. Особенно мне понравилось. Где этот стандарт? То есть, по сути, вот он дал весь урон в конце боя. Стоковый стандарт. Весь урон дал в конце боя. Именно по нашему герою. Ну, практически весь. Там в начале буквально один выстрел сделал, получается. Это поражение, да. Это поражение. Тысячи чистого опыта за поражение. Подробные результаты перед вами. В общем, желаю вам поменьше таких концовок. Неприятных, побольше хороших боев. Увидимся в следующих видосах и стримах. Всего доброго. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...